приветствую друзья очень много вопросов по поводу графиков многие люди со мной не согласны они считают что графики первичные я вот считаю что графики на текущий момент сейчас мы работаем по графикам по замерам которые были еще во времена ссср и что они тотально устарели сейчас даже обычный смартфон удовлетворяет всем этим графиком всем этим необходимым нормам первое что мы посмотрим друзья это у меня обзоры мои личные я сам делал графики сам делал замеры все первое это будет xiaomi redmi note 4x тот большой большой обзорчик и здесь мы доходим до соответственно графиков первое что хочу сказать друзья вот гармоническое искажение плюс шум действительно здесь проблема в карточке в моей то есть именно вот это вот когда я свою карточку зациклил я получил здесь тоже значение по очень хорошо было то есть не идеально то есть вот это значение немножечко ниже того что должно быть на самом деле что же мы имеем смартфоне друзья неравномерность ачх отлично уровень шума отлично это смартфон xiaomi redmi note 4x динамический диапазон хорошо гармонические искажения очень хорошо гармонические искажения плюс шум средний интермодуляционные искажения плюс очень хорошо отлично очень хорошо вот графики ну тут не все графики представлены собственно саму картину вы видите переходим к следующему это у нас смартфон на сейчас huawei nova 2 отлично хорошо хорошо очень хорошо средний очень хорошо итог то есть мы приводим замеры смартфонов это у нас сяоми redmi 5 плюс отлично хорошо хорошо очень хорошо средний ну что могу сказать да не идеальные конечно графики в любом случае но все что мы видим в минусах это не сильно влияет на именно на воспроизведение на качество воспроизведения посмотрите уровень а чеха 0 0 2 0 1 здесь у нас что 0 0 1 0 0 5 вообще прикольно 0 0 2 0 12 это у нас huawei honor 9 light здесь у нас 0 0 2 0 14 то есть качество звучание смартфонов это замеры на смартфонах они очень хороши просто великолепны и людям которые вот именно молятся на графике покупаем себе обычный смартфон на snapdragon там qualcomm acoustic и получаем вот такие замечательные значения и вам hi-fi плееры в принципе не нужны не хай-фай плеер и не хай-фай устройства то есть считаете что данный смартфон гениален и выдает самый лучший звук вот если верить графиком если ориентироваться на них да здесь уровень шума может быть меньше но я вас уверяю друзья что вы полочку шума но не отличить это только какие-то сверхчувствительные наушники позволят вам услышать разницу но в большинстве наушников это разницы не будет динамический диапазон может быть чуть шире но это все настолько нюансы для телефона это гениально и для большинства например какой-нибудь китайской техники которые вы с алиэкспресс они значение будет гораздо хуже вот реально намного хуже то есть но вот так если молитесь на графике вот вам графики замеры четырех смартфонов которые я делал лично и в каждом случае мы получали значение очень хорошо но в среднем отличная чеха вот а чеха это первое что влияет на восприятие звука и соответственно самое большое самые большие претензии могут быть именно относительно а чеха из а чеха здесь все великолепно да так и привел здесь где-то отдельно но графики каналов могут отличаться это только в силу того что у меня каналы подключались времену в некоторых замерах я их делал подключение отдельно соответственно разные уровни ставил чтобы посмотреть в других замерах более менее выравнивала в третьих вообще делал в моно режиме ну в общем вот такие вот значения друзья вот здесь видно что два канала в принципе хорошо выровнял вот относительно графиков что вы об этом думаете пишите в комментариях я почитаю и подискутирую с вами я считаю что людям которые именно ценят с графики за графики борются такая война идет достаточно телефона то есть все плееры продаем покупаем смартфон дешевые от сяоми на snapdragon и за там 10 тысяч рублей до 150 баксов и кайфуем от супер мега крутого звука потому что современные замеры другого дать не могут просто не могут вот такое мое мнение все всем пока пока